Я поведу себя в музей Пушкинскую карту для этого специально и создали, чтобы дать возможность узнать больше об истории и культуре своих городов. Проект разработан федеральными Минкультом и Минцифрой. Пушкинская – это физическая карта национальной платежной системы «Мир», банком-оператором которой является Почта-банк. Для получения Пушкинской карты необходимо зарегистрироваться на портале госуслуги и подтвердить учетную запись. Затем через мобильное приложение госуслуги.культура оформить именную электронную карту или заказать ее физический носитель. Далее на портале культура.рф среди учреждений участников проекта «Пушкинская карта» можно выбрать интересующее событие и приобрести билет в режиме онлайн или в кассе. Полезный и интересный досуг. Пожалуйста, приходите в наш музей. У нас прекрасные специалисты, у нас интересные мероприятия. И я думаю, что когда мы увидим, что к нам молодежь действительно прониклась, то еще интереснее будем выставлять те формы, те мероприятия, те события, которые действительно будут остребованными. Обсуждали планы по реализации в регионе федерального проекта «Пушкинская карта», старт которого был дан 1 сентября, и на выездном заседании правительства Пермского края в Березняках. Напомним, проект реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава прикамья Дмитрий Махонин отметил, что это нужный и полезный проект. Это проект, который позволит нашей молодежи 14-22 лет сходить бесплатно в объекты культуры, в музеи, те же самые театры, и посмотреть, действительно, какая культура у нас, а не, как это очень часто принято, просто смотреть мир через ноутбук, через планшет, телефон, в общем-то, приобщиться к настоящей культуре. Срок действия «Пушкинской карты» до конца года, после они сгорят, ну а в начале следующего года автоматически начислятся 5000 рублей, чтобы интересных и полезных культурных мероприятий в жизни нашей молодежи стало больше. Елена Джан, Любовь Битнер, Кирилл Яранцев. Наши новости.